Тверская городская дума уже давно сотрудничает с общественной палатой областного центра. За это время реализовано немало совместных проектов. Один из них Тверской Севастополь, в рамках которого изучается вклад уроженцев Верхневолжья в историю города русских моряков. Теперь к этой работе подключается и северная столица. Эти курсанты учатся в одном из самых престижных военных учреждений России, Академии связи имени маршала Буденного. Помимо учебы интересуются истории отечества. В частности, они узнали, что в Петербурге служило немало уроженцев Верхневолжья. Кроме того, северную столицу и Тверь объединяет наличие золотой книги, в которую и у нас, и у них выносятся имена наиболее заслуженных горожан. Еще до революции такие золотые книги были распространены во всех губерниях, потому что туда заносили достойных людей. Они составляли историю и на будущих полей память для будущих поколений. Такие книги у нас есть, по крайней мере, в Санкт-Петербурге тоже. В ходе учебы в Академии курсанты узнали от преподавателей о таком проекте, как Тверской Севастополь. Это стало еще одним поводом для визита в Тверь. Было очень много военнослужащих, которые родились в городе Тверь. И после этого совершили очень много подвигов в городе Севастополь. Поэтому я очень сильно заинтересовался этой тематикой, чтобы не только я мог больше узнавать об этом, но и также предоставлять эту информацию остальным. Тверской Севастополь инициирована общественной палатой столицы региона, где отмечают, что в городе русских моряков 12 улиц, набережных и площадей названы в честь уроженца Верхней Волжи. В памяти о них установлены многочисленные мемориальные доски и персональные монументы. Им посвящены экспозиции в городских музеях. Причем это не только представители сильного пола. Я готовил доклад по Екатерине Михайловне Бакуниной, это сестра Милосердия, которая в 1854 году после образования крестово-звиженской общины сестер Милосердия поступила туда в возрасте 42 лет и отправилась на Крымскую войну в Севастополь непосредственно помогать раненым бойцам. На встрече участники обсудили и другие проекты, в рамках которых курсанты Академии связи и представители общественной палаты Твери могли бы сотрудничать. Председатель палаты Вадим Рыбачук рассказал ребятам об основных направлениях ее работы. Начиная от проектов в области культуры и заканчивая проектами в области истории, проектами в области экономики, развития предпринимательства, спорта, детства и так далее. То есть вот эти 33 человека, которые у нас ходят в общественную палату, они являются экспертами в каждой в своем направлении. Поскольку встреча проходила в здании Тверской городской думы, то курсантам из Петербурга было интересно послушать о том, как функционирует муниципалитет. Об этом им рассказал председатель городской думы Евгений Пичуев. 25 депутатов, которые избираются все по одномандатным избирательным округам. Система выборов у нас мажоритарная, то есть одномандатная, так называемая. Все округа, все партии выставляют своих кандидатов на альтернативной основе. И до этого, до последних выборов у нас была смешанная система, когда шли по партийным спискам и одномандатным округам. Далее курсанты посетили основные достопримечательности столицы Верхней Волжи. Исторический центр, который, по словам гостей, очень похож на их родной Санкт-Петербург. Продолжение следует...